Всем привет дорогие друзья! У нас сегодня первый день лета, не по календарю, а вот такое вот настоящее тепло. Для нас тепло это знаете сколько? 21 градус сегодня, но уже настроение гораздо лучше. Значит купили мы с мамой обои и как это всегда бывает, не рассчитали и в общем нам не хватило два рулона обоев. Потом сейчас опять с Оксаной едем мы в Митино, в магазин в Оби, докупать недостающие обои. Надеюсь там такой цвет будет, останется. Ну а мама вместе с нами не едет и она говорит сложно, по магазинам не хочет ходить. В общем мы едем с Оксаной вдвоем. Ну что Оксана, мне вчера зрители написали, что открыли уже садовод. Я кстати видела блогер, но дело в том, что давай пока мы туда не снимаем, мы не поедем туда из-за коронавируса. Нет, из-за того что очень много людей, давай немножко надо воздержаться, потому что позавчера звонила девчонка, которая работает в больнице в Москве и она сказала, что болезнь никуда не ушла. Как она была, так и есть. И стараться она даже, ну как бы машину купила, но ездит скажем так еще не профессионально, она живет в другом городе Подмосковье. Она специально ездит на машине, потому что боится в электричках огромное количество скоплений, причем в электричке все едут, знаешь как, все едут без масок. Контролеры заходят, знаешь, по команде маски одели, она говорит, ну нафиг, это лучше воздержаться, очень много детей болеет, поэтому... А ты сама знаешь, что на садоводе огромное количество людей. Да нет, в принципе, знаете, я уже за время карантина, в свой онлайн покупки, правда не всегда удачные, но тем не менее, сейчас вот еще из Бонна Прикса заказала себе, мне нужна джинсовая такая куртка, ветровка легкая, я все ждала этого садовода, ну ладно, в общем заказала все это на сайте. Ну я почему садовода, потому что на садоводе можно купить турецкие такие хорошие вещи, к сожалению, не всегда на сайтах есть такие вещи, либо они по заоблачным ценам. Вот на Валдберрис меня спрашивают, почему не покупаете, покупаю на Валдберрис тоже, но я смотрела, там за 8 тысяч джинсовую куртку покупать у меня желания нет. Ну опять же, как она сядет на тебе, понимаешь? Ну а сейчас же еще без примерки выдают заказы, сейчас в Валдберрис приходишь и берешь, а потом если тебе там не понравилось, то ты сдаешь, я не знаю, как там это все оформляется. В общем, заказала на Бон Прикс, там правда без предоплаты, что очень хорошо, потому что на Валдберрис сейчас предоплату нужно делать, ну не предоплату, а оплачивать сразу свой заказ. Вот, и как бы, ну потом вот эта вот проблема вот эти вот с возвратом, что нужно оформлять, отправлять и все такое, не очень хочется. Конечно, приятно померить, но на Садоводье мы поедем туда за купальникой, потому что такое качество мне очень понравилось. Купальник, и цена. Да, до этого купальники, я себе покупала купальник, ну там и за 10 тысяч было дело, и за 4 с половиной, ну все это как бы один сезон. Вопрос, можно на засыпку? Давай. Куда в купальнике ты в этом ходить будешь? На даче? Не, на даче можно и в Сталеньком, если честно. Нет, я надеюсь все-таки, что мы поедем. Не оставляю такую надежду, в любом случае очень хочется поехать. Кстати, вот Доминикана, у нас же девчонка вот Доминикану купила, и читала, что кто там у них, правитель Доминиканы, премьер-министр, или кто, или президент. Он уже сказал, что Доминикана готова принимать туристов, и просто все зависит от других стран, у которых вот развивается. Откроются границы. А они все уже в полной готовности. Кстати, я вот про Доминикану и не слышала, что у них там случаи много заболевших было. В Мексике слышала, да, были там вот граница, потому что с кем там у них граница в Мексике? С Америкой, да? В общем, не знаю, мне говорят, у вас все дома хорошо, куда же вы все время-то, да что ж дома-то не сидится. Я хочу ответить, что море – это сказка, понимаете, и кому не хочется в эту сказку кунуться, целый год ты работаешь для того, чтобы поехать на море. И, ну, это заряжение энергии, заряд энергии. Нет, дома тоже классно, когда сейчас солнышко будет. Ну, все-таки вот мы с вами потом поедем и посмотрим, все-таки как вот у нас купаться. Все равно все загажено, вот куда-нибудь на качу. Ой, в Подмосковье нет, в Подмосковье нету чистых историй. Вот у нас истра. Подожди, хотя в прошлом году мне писали зрителей из Солнечногорска, что там сделали очень классный пляж. На Сенеже? На Сенеже, да, на Сенеже, так что вот в этом году попробуем туда съесть, посмотреть, ну, когда это все закончилось. Я, конечно, честно, не очень люблю озера и реки, я люблю, конечно, моря. Вот мы купались, допустим, в Кимовске, там у них и чистая речка, Дон, да, начало наберет, устье. Ну, туда вот, знаешь, ногами встал, сразу провалился там по коленам в глину. Я не знаю, я тоже ненавижу вот это вот вообще. И вода, конечно, холоднее, что тут говорить. Ну, в общем, не знаю, посмотрим. Как будет, так будет. Мы загадки бывают богатые. Видите, как люди многие купили заранее, а теперь переносит, переносит. Слушайте, облюбовала себе стол. Я вот это хочу сейчас купить. Вместо там, который выбросить его, который есть. Мне нравятся у него вот эти вот ножки металлические. Стоит он пять тысяч. И мне нравится, что он длинный вот такой, потому что у нас там стол уже, вот, вздыбилась вся вот эта вот столешница. Хочется что-то такое вот поставить. Сейчас, если он есть в наличии, то мы с Оксаной возьмем. Потому что мне говорят, вы столько цветов покупаете. Знаете, просто у нас под вопросом вот этой дачи, что мы ее, может быть, продадим. И не очень хочется поэтому туда набирать всего. Но, тем не менее, если не продадим, то все равно сидеть где-то нужно. Шизгонг тоже такой деревянный. Вот это, конечно, стол на века. Вот такой вот. Здесь ничего не будет отходить. То есть он крепкий. Двенадцать тысяч стоит вот такой стол. Я хочу вот за пять тысяч купить вот этот. Он длинный, хороший. Нам как раз вдоль вот качели его поставить. А? Ну, деревянный. Вот только сможем мы его увезти или нет с тобой? Поместится он у нас. Мне вот этот не понравился, потому что он стеклянный. Не-не-не. Даже не в том дело. Он, понимаешь, что? Ваня вот в этот угол какой-нибудь влетит. Вот, это сто пудов. То есть он небезопасный. В общем, с этим столом загнали персонал замажая. Они не знают, где находится, чего. Ну, в общем, решили деревянный вот этот вот не брать. А пластиковый я обливовала. Потому что, ну, пластиковый он все-таки подольше сохранится. А закрывать его, накрывать без конца. И так с качели постоянно уносятся там все. Плюс это. И, в общем, хотели купить батут. Я хотела, я давно хочу. Нет в наличии. Вот знаете, что такое не везет и как с этим борцом. И они, самое главное, не знают. Я говорю, это какой батут? Покажите мне. Ну, то есть как бы там есть огромный. Да, читайте сами на коробке. Вот так вот. Слушай, себе. Вот это со столами не удобно. Ну, ты же понимаешь, что это нужно на террасу куда-то ставить. Нужно накрывать все. Либо подушки туда-сюда таскать. Почему накрывать? Вот это не будет? Вот это и не будет. А подушки снимать. Или накрывать. Мы с нашей пакетиной тоже снимаем. Ну, вот я и говорю, что мы... Сейчас все наши вот так маски. Я чашля, у всех. Вот это вот. Так, ладно, я пошла тогда себе шезлонг посмотрю. Хорошо, мне... Ну, а Ваня-то у меня... Еще ж у меня второй напарник есть, которому лежать надо обязательно. Да, я вот здесь какой-то увидела. Мне понравился. Сейчас хочу пойти посмотреть. Это какой-то прям совсем высокий. Нет, но здесь мебель нужно покупать мебель. Тогда уже заканчивается. Ну, это же мы же сейчас... Это же такая мебель, которая как бы не очень дорогая. Я куплю вот себе вот такую штуку. Я просто мечтаю. А, кстати, я хотела сказать. Ну, с тетей Олей сегодня разговаривали. Я говорю, тетей Оль, что там на дачу когда поймали? Надо дождись, что там делать. Телевизора даже нет. А я про себя думаю. У нас мысли нет никогда телевизора. Посмотреть, там просто некогда. Нам телевизор, мы вообще никогда его не смотрим. Да нет, сейчас, мне кажется, YouTube, интернет все заменил. Вот они, смотрите. Вот. Это у нас раскладушка. Нет, осень вот так уж на вдвоем, да, там с тобой сидит? Она нас не выдержит. Если только к осени у нас резко улучшится состояние наше физическое. Ну, вот они, шезлонги пластиковые. Тысяча восемьсот девяносто девять. А я вот такой вот оранжевый возьму. Она грабущая. Вот хорошая. Или черный. Какой взять? Черный или оранжевый? Оранжевый сразу же будет, наверное, грязный. В смысле, зеленый. Будет сразу грязный, да? Черный, наверное, самый оптимальный взять. Как хорошо я сижу. Для Ваньки как раз он прям очень хорошо здесь войдет. А он так не поднимается, которого мы туда купили. Он же хочет тоже с ногами. Почему? Он тоже поднимается. Ноги такой же. Он же не закрепленный. А куда же ты там все укладываешься-то? Максимальная нагрузка в 110 килограмм. Нам подходит, да? Мне подходит однозначно. Нет, а мне можно еще и с Ваней вдвоем. Да. Хотя, Ваня, сколько у меня сейчас весит, я не знаю. Все мы смотрим, что. Мы будем стройнеть, а Ваня будет вес набирать. Сколько эта штука стоит? Ой, не знаю. Слушай, она, кстати, с оценкой идет. Смотри. Ой, вообще. 9 тысяч, она 10 тысяч стоит. Не так дорого она стоит-то. Ой, это сказка. Ну, это же у нас драка будет, если одно купим. Ну, это и Ваня будет лежать. Ваня и Баде Юха, да? Кто? Я вот купила шезлонг. Ваня, все, ему тоже нужно шезлонг. Вот, видите, я теперь с шезлонгом стою. Какие цветы появились. Я вот этих не видела, бегоний красивых таких. Слушай, а как ты думаешь, при пересадке они не пострадают? Да, очень красивые. Я возьму, я не могу. Смотрите, наша телега с Оксаной. Еле погрузили нам этот стол. Нам еще, чтобы папа его собрал, надо. Так, я пошла за бегоний. Смотрите, какая прелесть. Это же просто фантастика. Так, у нас там земля есть же, да? Ну, мы же с Оксаной две сестры, понимаете? Я цветок, Оксана цветок. Я горшок, Оксана горшок. А здесь перед кассой еще и розы поставили. И плюс еще и герань. И хочется все и сразу. Не знаю, я как-то вот больше на цветы падка. Мне все остальное как-то особо не интересно. А вот все это интересно. Ну, что я хочу сказать. В обе народу все больше и больше. Там сейчас мужчины идут. Все больше и больше. И касс очень уже много открыты. То есть... Сейчас придет, наверное. Все. Не совсем довольный, но счастливый. Почему не совсем довольный? Не совсем довольный. С горшками подошли к кассе с Оксаной. Причем, что я, что она. Взяли разные горшки. У меня штрих-коды. Я, как назло, не посмотрела. Всегда обычно смотрю, чтобы штрих-кода были. Ни на чем нету. И у Оксаны, причем, другой, да, горшок. Ну, другого цвета. И тоже штрих-кода нет. Ну, и в общем, ну, обе, вы представляете, да, по километражу. То есть назад возвращаться уже на кассе стоя не очень. Отказались от этих горшков. В Ашане купим. Ну, либо в Ашане, либо, я так думаю, сейчас, может, в открытый грунт посажу. И пусть тогда в открытом грунте нас радует. Но я просто хотела же там холодильник себе обустроить сверху, чтобы у меня много цветов было. А здесь получается, что... Ладно, это все мелочи жизни. Едем на дачу. Сейчас мы с Оксаной поплывем, как на лодке. Смотрите. Представляете? Значит, вот этот вот весь дом, он весь затопленный бедный. О-о-о-о. Откуда же это здесь все разлилось? Смотрите. Низина. Низина. Все в воде у них. А, они, да, тоже в воде. Как они, вычерпывали здесь бедные? А вот болото, муж, разливается. Смотри, вот это. Ну, разлилось все в связи вот с этой водой. Я видела садовое товарищество. Бесконечное. По новостям показывала. У них там больше, ну, по пояс воды. Вот, ну, честно, они в таких сапогах резиновых. И они, как, у нас затопило все. Показывают у них все в воде. Ну, где-то полметра вода вообще поднялась. Можешь представить? Вообще кошмар. Смотрите. Яркое солнышко будет меня радовать. Вот сюда сразу его посадила. Надеюсь, что сейчас вроде обещают у нас в ближайшие дни теплую погоду, что будет он радовать. Красавец, да? Вообще красавец. Такие бы все бы здесь посадить. Красавец, не то слово. Вот так бы. Раз, 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 раз. Очень красиво. Костики. Свет такой насыщенный. Ага, желтый, красивый. Так, ну что. Сегодня, наверное, косить-то... Нет. Ну, не то, что косить. Здесь я сейчас покажу. Вот это, во-первых, я сейчас что-то не упала, в грязь зашла. Вот, смотрите, если вы увидите, трава, она вся мокрая. Вон она, видите, с лужами. Да, но косилка... Поэтому это так... К косилку как-то здесь ходить будешь. Это нужно резиновые сапоги огромные, и, ну, соответственно, покосить не сможешь. Не, ну, если вот такая хотя бы солнечная погода немножко подержится, то да, да. Сейчас с того мы ничего собирать здесь не будем. Да мы бы стол бы, конечно, сами и не собирали. Вот этот выбросим в стол. Не пытались, мы и сами можем собрать. Уже виды видавший. И, в общем, поставим сюда нормальный, полноценный. У нас они мощные. Вот им уже 8 лет. Ну, они... Да. Они такие основательно сделали. Вот крышу в том году поменяли, потому что она просто некрасивая. Да нет, качели здесь хорошие. Качели, качели. Качели здесь... Ну, не знаю, ну, почему я качеля всегда? У меня почему-то вот качеля. Качели хорошие здесь, ребят. Ну, ладно. Поедем сейчас еще на работу, немножко поработаем. Только я вам сегодня рассказывала про Бонприкс. И, представляете, пришла посылка. Так удобно. Вот это вот... Или как он там называется правильно, не знаю. В общем, вот такие вот ячеечки. У нас это близко. Вот где вкусвилл я вам постоянно магазин показываю. И вот, представляете, на следующий день пришла посылка. Правда, я не знаю, как вот назад отправлять, если мне не подойдет. Но сейчас будем с вами мерить. Ну, показываю, что пришло. Значит, заказала я две вещи. Одна рубашка с длинным рукавом должна быть, а другая должна быть с коротким. Сейчас посмотрим. Так, итак, рубашка. Показываю рубашку, джинсовую рубашку. Значит, очень-очень тоненькая здесь джинса. Она большой-большой плюс, знаете какой? Что она на клепках, да? Потому что пуговицы, они... Ну, мне не очень нравится, когда рубашка на пуговицах, а на клепках очень просто застегнуть. В общем, смотрится, в принципе, она неплохо. Я вам вставлю картинку, если найду на сайте, как у них смотрится, но немножко мне маловато. Но возвращать не буду с таким учетом, что все-таки я стараюсь, да? Но она мне как маловато. Она, знаете, вот тут вот чуть-чуть в груди. Кстати, мне очень многие рубашки здесь вот в груди маловаты. Но я так думаю, что я приду к такому знаменателю, когда она прямо у меня будет свободна. Второй вариант вот такой вот рубашечки я взяла. Видите, с укороченной. Вот это, кстати, размер тот же самый абсолютно. Но села она лучше за счет того, что здесь ничего не застегивается. Тоже точно так же она на заклепочках. И мне это очень нравится, что у нее вот такой вот ворот. Мне такой ворот идет как раз-таки. Цвет, видите, синий такой с потертостями. Но сейчас я вам вблизи покажу, что это очень-очень тоненькая джинса. Знаете, так вот, когда со стороны смотришь, кажется, что это такой плотный деним. Но на самом деле он не плотный. Ладно, давайте посмотрим. Вот, показываю вблизи качество. Вот, смотрите, она, видите, она очень-очень тоненькая эта рубашка. А выглядит вот за счет, видимо, темного цвета. Она гораздо плотнее. Даша тут тоже изучает рубашку. Знаете, если бы я их увидела в магазине, наверное, бы я не взяла. Но на картинке я их увидела. Мне они очень-очень понравились. Джинсовые вещи я обожаю. У меня очень-очень много джинсовых вещей разных. Но по размеру очень многие маловатые. И поэтому хотела я себе приобрести что-то новенькое. Дашок, что ты у меня там все ходишь и ищешь? А? Что-то Даша все ходит у меня там, ищет. Ваня, смотрите. Ваня с Мишей. Говорю, Ваня, пошли гулять сейчас. Я же, мам, с Мишей играю. А ты бери с собой Мишу. Миша тоже пойдет на прогулку погуляет виртуальную. Ну как, в смысле, как вы играете, точно так же он на виртуальную прогулку пойдет. А что-то у меня и так гуляет. Вы и так гуляете. Понятно, теперь свежий воздух не нужен. Они и так там гуляют. Ладно, я сейчас обедаю и, конечно же, иду ходить. Ходить. Ну, даже, наверное, точнее. Не знаю, обед в 3 часа. В 3 часа дня у меня обед. Да, Дашок? Ты тоже, видимо, хочешь уже пообедать, судя по всему. По поводу размера это 44 европейский размер. И то, и другое вот одного и того же размера. Ну, еще раз говорю, рубашка как-то поменьше. Ну, рубашку можно и на футболку, собственно говоря, носить. То есть, как бы не застегивая. Но такая вещь тоже нужна. Эти глаза напротив у меня. Даша. У нее любимое место там. Даша. Так, показываю свой обед. Слушайте, вот я без всяких прикрас. То есть, больше, в принципе, у меня ничего нет. Это котлеты запеченные, выпеченные в мультиварке. Помидор без масла. Просто с солью, с укропом. Воду я никогда не показываю, что я пью. Но полтора литра воды в день я обязательно выпиваю. А знаете, как я люблю обедать? Вот так. То есть, я кушаю и какой-нибудь журнальчик полистать. Вот знаете, что мне в Бонприкси не нравится? Что выглядит на картинке все это одним образом. А получаешь качество товара совершенно другое. То есть, как бы ты не можешь вот эту вот ткань, понимаете, что пощупать. Вроде бы со стороны выглядит неплохо. А приходит оно как вот какие-то вещи, как... Вот, допустим, такую штуку я бы купила бы с удовольствием. Но я не уверена за результат, насколько это будет выглядеть так же. Понятно, что здесь модели, фигуры загорелы, сфотографированы определенным образом. Но вот какие-то есть симпатичные вещи, которые хотелось бы заказать. И часики, кстати, тоже симпатичные. Но часы это последнее, что можно заказать по каталогу. В общем, ладно, буду кайфовать. Сегодня решила пройти другим маршрутом. Но знаете, одно и то же надоедает немножко. И решила сегодня такие более длинные круги сделать. Пройти через все районы. И в частности, через 20-й. Смотрите, какая здесь симпатичная лавочка с котиком. Так миленько. С такими бабочками. И такие глаза классные. Так, вот напротив 16-го микрорайона у нас 20-й микрорайон. На столбе надпись. Маска, респиратор, перчатки. Ну, как бы, если еще маски у всех на подбородке, то перчатки, конечно, большинство людей не носят. Даже я сегодня не могу, потому что сегодня жарко на улице. В таких перчатках руки потевают, потевают. Ну, здесь прям нужны совсем такие тоненькие, которые для телефонов продают. Ну, и вообще все это глупость несусветная. Ну, для чего мне сейчас нужны перчатки? Хотя, в каком там веке? В 19-м веке многие дамы ходили в таких тоненьких-тоненьких перчаточках. Было дело. А сейчас, наверное, сегодня у нас будет очень сильная гроза. Но на радость нам, всем москвичам, обещают уже в эти выходные 29-30 градусов. Мы прям ждем, не дождемся этого события. Смотрите, как интересно здесь оформлено перед домом какой-то столбик и аисты на этом столбике. Все, как я вам и говорила, началась гроза. Уже гром гремит, молния сверкает. Видите, прям все мгновенно потемнело над бульваром. Всех как быстренько смело с бульвара. Там сейчас столько людей ходило. О, слышите как? И молния сверкает. Мама боится молний, да, мам? Мама в густе зашила на покраску. Мама зашила на покраску. Сейчас я вам покажу колпак. Чудо-колпак у мамы. Мне вот такой колпак. Ну, что тут красивый колпак-то? Ну, Лена, мы не показываем. Нет, вот это вот тепло, видите, сохраняется под колпаком и лучше краска берется. Ну, кстати, шоколад не мой. Мама маме дала шоколад. Мама шоколада много, а у меня, вон, изюм, виноград и нектарины. И нектарины. О, смотрите. Даш, те свежести не хватает. Куда же ты мне на доску забрала? Давай-ка с доски-то здесь дрипнешь. А Дашка, она прям этот воздух, знаете, как носом загребает. Ну, может, кстати, стороной пройдет. Слушай, как раз до дачи. Стороной пройдет до дачи. Мама пришла и Ваню тестирует на чтение. Говорит, я переживаю, что внук мой не читает. Давай, Ванька, покажи бабушке. Мой папа не любит, когда я мешаю ему читать газеты. Я про это всегда забываю, потому что мне очень хочется с ним поговорить. Ведь он же мой единственный отец. А уши, Ваня, здесь при чем? Да, хорошо. С выражением давай. Вот он раз сидел и читал газету. А мама пришивала мне торник. Воротник. Воротник. Ага, Ваня, не знаешь, что такое. У тебя сейчас видишь воротник есть на кофте? Вот он, воротничок. А раньше на такой воротничок на школьной форме пришивали воротники белые, школьники. Школьники ходили с белыми воротниками. А разве мальчики тоже ходили, мама? Я сказал, пап... Ну вот, видишь, пришивали. Так, дальше, дальше. Води пальцем, потому что потеряешь. Я сказал, пап, ты отознаешь, сколько в озере Байкал можно напихать Азовских морей? Нет, это... Посмотрим это слово. Азовских. Азовских морей. А что ты подсказываешь? Ну, он не знает, что такое Азовское. Пойдем, Вань, покажу, где Азовское море. Пойдем посмотрим, где Азовское море сразу, чтобы ты знал, где оно есть. Пойдем с тобой, найдем. Давай мне Азовское море. Я тебе подскажу, где Черное, смотри. Вот, видишь, Черное море? Там Байкал. Какой Байкал? Байкал, это озеро. А давай Азовское мне ищи. Вот смотри, Средиземное наше любимое с тобой. Вот это Средиземное. Вот оно, Черное море. Давай поищи Азовское. Оно где-то рядышком. Азовское. Азовское. Ты же сейчас читал. Смотри, Вань. Вот оно, какое маленькое море. Азовское море. Рядом с Черным морем. Видишь? Просто тут маленькое. Ну, маленькое. Но, однако, вот оно, Азовское море. А наше любимое, вот оно, Средиземное море. А вот здесь, где Италия, видишь, Адриатическое море. Морей много, Вань. Я понимаю. Запомнил? Да. Покажи мне. Ну вот, Черное, вот Азовское. Ну вот, теперь будешь знать. А вот в Азовском ты еще ни разу не купался. И надо тебя как-нибудь там искупать. В Черном? В Черном ты купался. В Болгарии мы были. Там было Черное море. Мама, тут Рунашка один снег. И в Сочи же вы были один. А, и в Сочи, да, Черное было. В общем, дорогие друзья, вот таким вот образом прошел сегодняшний наш очередной день. Конечно, он еще не прошел. Сейчас еще по дому ездила. В общем, ну, а всем, как всегда, желаю добра, удачи, позитива, здоровья. И обязательно увидимся с вами вновь. Пока-пока. 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 Хороший, Ваня. Ему сам процесс нужен.